Всем привет, друзья! С вами Соло Мама И вот я о чем подумала Давно-ка мы не брали в руки шашек В смысле, что давно мы не устраивали выживание Уже с последнего выживания прошло больше года Кот тут просится Котик тоже хочет в эфир Короче, на 5000 мы выживали Две недели получилось Прям еле-еле было, очень тяжело мне На 3000 две недели протянули И дальше мне дали денег Не хочет, все, эфир закончил для кота Дальше дали денег И тоже, все закончилось А теперь у меня достаточно амбициозные планы Попробуем, давайте протянуть Беги, котик На 4000 мне предложила Одна из подписчиц в моем телеграм-канале Он, кстати, тоже называется так Будни Соло Мама Предложил устроить выживание по 1000 рублей Одно неделю Но я не могу начинать все с нуля У меня куча еды лежит дома Зачем я буду покупать? Поэтому я решила так Одну неделю я доедаю запасы А потом, начиная со следующей недели Я буду, значит, по 1000 рублей в неделю тратить Интересно у меня получится или нет Мне самой прям интересно Я вообще достаточно экономна в плане питания человека Но иногда ухожу в загул Там KFC, чипсы и прочее, прочее Начинаю тратить деньги И все Проснулась, запивая шоколадку борщом Да, бывает такое Поэтому вот хочу в этот раз 4 недели продержаться Ну, получается, 5 недель продержаться На 5000 втроем вместе с детьми И еще тоже это как бы челлендж такой Потому что детям не скажешь Сиди и ешь одну гречку Да, это как-то будет психологическая травма Не надо так Мне нужно что-то такое Что-то такое Этакое придумать Чтобы им было вкусно И в то же время Они не заметили Что мы в режиме жесткой экономии Ну что Давайте с вами начнем С обзора запасов Что у меня там в холодильнике Всего Вообще у меня много всего Если честно Давайте посмотрим Что там у меня осталось В прошлых закупок В холодильнике Тут немножечко грустно Пошли по очереди Одна грустная сосиска Чуть-чуть хлеба Горбушка осталась Это я себе макароны с яйцом взяла Оставила на обед на завтра На понедельник Вот что у нас О, десяток яиц у меня целый И еще вот тут, кстати, 3 яйца Так что у меня 13 яиц Счастливое число А это я купила в печень Так не пекла Два маргарины и масло Масло для тостов взяла Так, что тут почищенные луковицы Это мы как-то брали суши У нас остался имбирь маринованный Алена его любит Но что-то не стала есть Так, там борщ Наверное, уже прокис Я его давно осталась Забыла про него И сметана Немножечко осталась Гречка Сваренная уже Макароны Сваренные Сыра кусок остался Из овощей У меня картошка Ой, картошка Морковка Лук Зеленый лук И чуть-чуть капусты Капусту такая Надо уже ее Да это самое Поедать Ага Тут еще у меня кое-что есть Это у нас свекла А под луком что? Ну нет, вот свекла Морковь, лук, свекла Капуста Зеленый лук Так, здесь у нас что? Здесь у нас на салат Пекинская капуста Чуть-чуть осталось огурцов Я в ту закупку взяла Два кило огурцов Вообще, я думаю Много И три помидора Страшно Ну на пару дней На салат И еще такой салат Вот там еще вдалеке Стоит варенье Но я что-то сомневаюсь Насчет него Я его давно уже Еще тут соусы Давно его не открывали Так, ну это я сказала Это у меня лежат смазывать Эти, как их Скажите мне Формочки для Лекарства Как всегда Лекарства цветовые У всех есть лекарства Да, в холодильнике Не только у меня Успокойте меня Что не я только вот такая Как бабка старые Лекарства собирает Это смаз-формочки Для выпечки Вот у меня маски Эти пачки для глаз Это не еда Лекарства там тоже Так, осталось молоко Пол пачки Чуть-чуть кетчупа О, вот эта штука вкусная Манго с сахаром я взяла Меня угостили в школе манго Ученик мне приехал Там откуда-то Привез мне манго Из-за границы Васьте, мы попробовали Вкусно очень Решила купить перетертый сахар Ну, конечно, вкусный такой Чуть-чуть такого Ну, не чуть-чуть Тут прям много Достаточно майонеза Оливкового Еще остался постный Но я больше пост не соблюдаю Хватит Пособлюдала и хватит Я слишком много работаю У меня сил нету И соевый соус Так, ну вот так Теперь поехали в морозилку Я, наверное, все это буду доставать Потому что так это все неудобно смотреть Ну что, давайте смотреть Что у меня тут есть Мне кажется, в морозилке Что-то плохо наросят Вернее, или слишком хорошо Видите, какой-то снег Образует виние У меня есть Ассартикомодные Я купила И не сделала О, есть остальные Пачки овощей Так Буду выкладывать Это Здесь у меня Резанные баклажаны На рагу я оставила Здесь вот такое вот Слоеное тесто Упаковка она круглая Но, кстати, она не очень удобная Можно еще один из них сделать Есть зелень такая Как это Не листья, как это называется О, много зелени достаточно Укроп Ну, короче, не стебли То, что не стебли А есть стебли Стебли я отдельно Заморажу Кладу их в бульон Когда варю бульон Для вкуса И еще тут тоже стебли Отдыхаем И еще стебли Что-то, правда, у меня с морозил Но, думаю, что уже на вкус Так это Господи, у меня этих стеблей Я не знаю, как Можно ферму замодить Вот еще на бульон Так, это для формочки Для льда А вот это тесто О, ее просыпает Оно тут лежит уже Больше года Как вы думаете Его можно есть? Если вообще что-нибудь получится Если оно больше года Лежит в камень замерзлой морозилки Магниты им дарены Мне кажется Сейчас я одну помою Вот это все Чудо Мне кажется Что-то с морозилкой Моей случилось Почему у меня верхний ящик Намораживается только льда Так, ладно Сейчас помою И будем следующий ящик разбирать Так, следующий ящик Что у меня тут есть? Нет, не заморожен Думаю, что это такое? А потом поняла Это я заморозила вареную фасоль Короче, я сварила на борщ фасоль И получилось ее слишком много И я часть отложила В заморожен То есть, если я захочу борщ сварить Фасоль у меня уже готова Ее только оставить оттаивать И потом добавить И все Так, у меня здесь гробки Я купила Думаю, нам соленые сделают Но что, Аленка Я не хочу Не буду Ну, не хочешь, не надо Вот У меня есть суп Чечевичный Я пару недель назад Варила из чечевицы суп И Ильдару он очень понравился Но я успела Часть заморозить А так мы все съели Он-то, чем все съел Я там пару тарелок Остальное все он съел И у меня еще есть Куриный бульон Уже с мясом он Его можно разморозить И туда покидать эти Макарошки какие-нибудь Там лук, морковь Будет Это как его Суп И еще у меня осталась Паста томатная Когда-то я купила Большую банку Томатной пасты У меня была Как это? Жаба меня задушила Платить 100 рублей За маленькую баночку Когда за 110 Была большая баночка Но так как у меня Паста всегда Портилась В больших количествах Если покупать Я спросила у своих подписчиков Наконец Что мне делать И мне многие посоветовали Многие писали Что его можно заморозить И я вот такие взяла штуки У меня давно покупала Чтобы с собой Салат на работу брать Чтобы отдельно майонез Собрать с собой Я покупала такие штуки На зоне Покупала 80 таких вот Упаковок За 100 с чем-то рублей Что ли И у меня осталось Еще много Еще их Я взяла их Так вот разложила Тарам-пам-пам И пользуюсь С тех пор И так как я Борщ не очень часто варю Может раз в две недели У меня этого Прям хватает Когда давно Еще была закупка Этой пасты Мне теперь хватает Очень долго Я ее уже Треть где-то использовала И вот две трети У меня осталось Это очень круто Если вы не знали Про такой способ Хранения томатной пасты Вот я вам рекомендую Так сейчас Это тоже все помою И будем следующий разбирать И последний ящик Нижний Там у меня обычно Мясо курицы хранится У меня есть осталось Немножко шинкалей Четыре штуки что ли Но я детьми варила Что-то им не очень понравилось Ну не знаю Может проголодают Сидят Посмотрим Осталось у меня Вот это достать Господи Это на супнабор Всякие тут обрезки Куриные Ну в принципе Тут много мяса Хорошо получится То есть бульон Получится еще и с мясом Это есть Еще у меня есть Два бедра вот таких Больших Они вместе склеены Я по два бедра жарю Потому что Алена бедра не ест А Эльдару больше двух Если жать Зазон на третий день Не будет уже их есть И вот еще два бедра Четыре бедра куриные Так еще у нас тут Набор остался Многострадальная Это рыба Я ее купила Давным-давно Она лежит Грустит Это ментай По-моему Сейчас Посмотрим Да Это Он Это он Ленинградский Почтальон Давай Покусируйся Родной Ментай А нет Подождите Потасу Потасу Я ее Варю На пару И жарю Вкусная штука Кто-то мне там Хотят Котлеты Рыбные Из Потасу Но я До такой степени Пока еще не хозяюшка А это осталось Я покупала На 4 сфрага Думала Мама Красная Приезжала Я думала Мы на 4 сфрага Приготовили И забыла Вообще Про них Надо И с венечным маслом С чесноком Потушить Мне советовали И приготовить Я их правда Не люблю Но Эльдар У меня любит И Алена Я тоже думаю Ну что Теперь осматриваем Эти запасы Я второй раз Туда наверное Не полезу Я так Отсюда покажу Что у нас есть Итак Чуть-чуть осталось Пшенки Кстати Пшенка Это осталось И еще вот То есть Пшенки у меня много Это сахар Масло Пол бутылки Тут плохо видно Потому что Вся целиком Этикетка Ну вот видно так Пол бутылки Масла обычного Подсолнечного Которым жарят И Две трети бутылки Масла Горчичного Кстати Между прочим Я как-то готовила пюре И у меня не было масла Сливочного Которого я обычно кладу И думаю Положу-ка я вот этого А мы обычно Картошку вареную Едим с этим маслом И я добавила в пюре Короче У меня это пюре Дети съели сразу Все Всю кастрюлю Это получилось Очень вкусно Так Есть манка Манку я не варю В смысле в виде каши А варю Ой А добавляю Как это Сыплю ее На смазанную маслом форму Когда что-то пеку Чтобы получилась корочка Это сода Дальше поехали Это гречка Чуть-чуть осталось Соли еще много Еще вот соль Это пшенка Овсянка Этот как его Перец И лавровый лист Для супа Упаковка Кунжута Риса много Достаточно И такой еще Чуть-чуть остался Гороха много Лимонная кислота Но я из нее ничего не делаю Я ее мою Этот Чайник Раз в неделю Сыплю чуть-чуть Солую ложку Кипячу Выливаю И все Никакой нету Накиди Потому что здесь вода жесткая Это мне мама с Абхазии Принесла тоже лавровый лист Так Наверху у меня тут Чай, кофе, кофе Это молотый кофе Я пересыпала сюда Муки немножечко Это к Пасхе мы готовимся Купила В Экспрессе К Пасхе вот такие вот яйца Цыплятки У меня там еще вот такие яйца есть Еще я к Пасхе купила Вот такого зайчика Короче украсим красиво И всякие штуки Для выпечки у меня есть Там эти пустые банки От меда стоят И еще у меня тут Вот что есть Чуть-чуть осталось Пол пачки Или пачка Целая пачка есть Удона И пол пачки спагетти Ну это вот так вот Короче вот такие Несметные богатства Так посмотришь Нечего есть А так открываешь Господи полно Только это все ингредиенты И последние наши запасы Ну тут у нас чай, кофе На не знаю На какую-нибудь небольшую Азиатскую страну Хватит на год Годовой запас Чай, кофе и варенье Вот банка еще этого масла Ну вот мы его едим Только вот так С картошкой У меня еще остался нут Я покупала Когда соблюдала пост И смесь бобовых Еще три пачки этих звездочек Я купила Случайно Чуть-чуть сахара осталось Эта банка Алена себе купила белок Короче Протеин Как покупают спортсмены Себе добавляют Не знаю зачем она купила Но она это пьет Зеленый горошек банка Банка Паковка не молока Макароны Там пачка еще стоит Макаронами Пачка муки И пачка у велки Пшеничная крупа А вот еще тут что А это смесь бобов Я уже говорила И крахмал там Так ну вот Все Это все запасы Что я показала Больше пока запасов нет Хлеб у нас кончился Хлеб надо докупить Вот чай короче У меня тут всякий Машмеллоу Молочный улун Там какой-то сбор почечный Или не помню какой Еще какой-то Короче много всего Чай, кофе Будем пить С вареньем Варенье Тут 4 банки Там еще Недоеденные 3 банки Но вот так Итак Что же я буду готовить Из своих несметных запасов Планирую Во-первых Я приготовлю борщ С фасолью Вегетарианский Капуста Как ее Лук Морковь Свекла Зеленый лук И фасоль Самое главное Сюда пойдет На второе Приготовлю Эти бедра Куриные Я порублю И с луком Морковью Обжарю Добавлю гречку Эта вся гречка Туда уйдет И будет у нас Картошка Ой господи Гречка По-купечески Называется Это очень вкусно Меня Эльдар Очень любит И еще Что очень важно Готовое блюдо Можно заморозить Порционы То есть Если он не захочет Есть Или много Слишком получится Я чай заморожу Так Еще хочу Испечь печенье Дело в том Что мы Когда с Эльдаром Куда-то идем Обязательно Что-нибудь Просят купить И поэтому Нужно Как-то Предвосхищать Поэтому Я сделаю Печенье Мы как раз Купили в сине Такие формочки Прикольные Динозавры Вот Клевые же Да Вот И сделаю Печенье Какая-то Песочная Самая обычная Маргарин Там Маргарин Мука Яйца Сахар Ничего там Особного нет Вот И хочу Сделать Салатик На ужин Нам Соленый Эльдар Не ест К сожалению Овощи У меня никакие Вот Ну Сырые В смысле Только Может Капусту В супе есть Вот Это Пекинская Капуста Помидор Огурец И на завтра Еще с собой На работу Возьму Пекинскую Капусту Сделаю Салат И вот Еще хочу Спросить Совет Я как-то Купила Себе На зоне Формы Для хлеба Такие Маленькие Чтобы получить Такие Маленькие Симпатичные Буханочки Но Они Чугунные И Короче К ним Была Инструкция Как Как Сначала Перед тем Как В них Печь Как Обработать Я Эту Инструкцию Благополучно Где-то Потеряла И Теперь Я не знаю Боюсь К ним Как Поступиться Я В интернете Читала Много Разных Способов Как Сначала С Такими Формами Взаимодействовать Потом Они Нормальные Были Вот Но Не знаю Боюсь Пробовать Если Кто-то Знает Проверенный Прям Проверенный Рецепт Что Можно Там Что-то Проколить Было Солю Написано Что Такое Я Сейчас Уже Не Вспомню Если Честно Насыпать Поваренной Соли И Прогреть С этой Солю Или Что-то Смазать Маслом Короче Я Не Помню Но Очень Хочется Хлеба Все-таки Напечь Печь Свой Хлеб Вот Но Как К этому Чуду Техники Подступиться Не Знаю Короче Расскажите Если Знаете Я С удовольствием Воспользуюсь Вашим Советом Ну В принципе И мне Много Получается Приготовить Но На 2 Дня Точно Приготовлю Борщ Останется Если С фасолью Часть Заморожу У меня Там Еще Место В морозилке Есть Вот А Еще У меня Два Бедра Я Пожарю Просто Я Замариную В майонезе И в специи Замариную И пожарю Для Ильдара Так Что У нас Даже На 3 Дня Ближайших Еда Вот Это Вот Есть А Дальше Посмотрим Как Там Говорится Скоро Сказка Сказывается Да Не Скоро Дело Делается А У У У У У У У У Фасоль Положила О Сейчас Закипит Надо Пену Снять Вот Фасоль Вообще У бобовых Не хуже Чем У мяса Пена Образовывается Вот Посолила Все Сейчас Будет У нас Борщик Сейчас Еще Сюда Свеклу Натру Вон Она Лежит Меня Ждет И Отлично И будет У нас Борщ Ну Вот Почти Готова У У У Почти Потушила Лук Морковь Свеклу Томатную Пасту Сюда Добавила Сейчас Еще Немножечко Потушится И Я Все Это Дело Буду Добавлять В Борщ Там Капуста Почти Сварилась Фасоль Уже И Была Вареная Такая До Полуготовности Вот Тут Все На Маленьком Огне И Будет У нас Вкуснятина Так Я Надеюсь Сейчас Все Не Выбалится Коробочка Полна До Самых Краев Все Осталось Я Чуть Чуть Добавлю Сюда Перец Черный Что Еще Лавровый Лист И Зелень Тащедра Сапану Зеленый Лук Добавлю Потому Что Он Лежит Его Надо Уже Все А Это Как Его Укроп Еще Пригодится Замороженный Правильно Зачем Мы Будем Замороженый Укроп Тратить Он Нам Еще Пригодится В Наших Запасах Отлично Вот Наш Борщ Готов Красота Все Как Я Люблю С Фасолью Много Овощей Зелени Вкусно Лавровый Лист Туда Макайся Ныряй Все Готово Отлично Так Замесила Тесто На Песочное Печенье Не Так Уже Сложно Как Первый Раз Жизни Буду Печь Песочное Печенье Вот Сейчас Его Надо На Полчаса Обрать В Холодильник Пока Он Будет В Холодильник Я Приготовлю Нет Я Пойду Купаться А Потом Когда Его В Духовку Положу Запекаться Это Печенье Я Приготовлю Гречку По Купечески С Курицей Вот Так Вот Печенье Так, ну вот и готовы мои печеньки Сейчас остынут И буду угощать детей А эти вот самые первые Я слабо на них надавила Поэтому рисунок не пропечатался А где я уже поняла, как надо Уже прям то, что надо И вот эти толстоватые Вот эти вот маленькие А эти вот то, что надо Ну, на будущее буду знать И еще у меня почему-то Телефон не передают, они в жизни попадут жаристее А это кто? Трицератопс, брахиозавр Стигозавр Нет Вот стигозавр Их два, их два вида Два вида стигозавров Все разные Но мои главные знатоки Ух ты, да, да, да Ой, ёбарсотельдаря Хрюкнуть не забыл? Возьми салфеечку, вот, рисунок Вот так вот нос задирать Так, ну что, гречка почти готова Сейчас я зелень добавлю Замороженной своей Прямо так Трон-трон-трон-трон-трон Сыпем, сыпем, сыпем Нам не жалко Все равно перемешаем Казан большой Все это будет там незаметно Ну, отличненько, да? Красота Ой, тихо-тихо, не сыпься Не высыпайся Ну вот, размешала И не так уж и много, кажется, ее Но красота же, а Какова красота Ммм, сказка Отлично С этими детьми Ко выживание Вообще Уже тут сосиски доели С макаронами Ладно, я шучу, конечно Так, вот еще забацала салат Там еще капуста осталась На два салата Вот на таких, если мы будем брать такую порцию Два гусца здесь помидоры Капуста пекинская Ну, вкусно должно быть Еще майонез добавила Я тут жаловалась как-то, что у меня ребеночек ничего не ест Ага, сейчас Съела борща, тарелку здоровую Потом наелась печенье с чаем Да, я вилку-то заберу, которую с вас мешала Сейчас пришла, хочу есть опять Погрела Отлично Прекрасно Прекрасно Отлично Это просто да И туда прям об стол еще вытри Я не могу еще, что за дети В кого такие хрюшки? Вот точно не у меня, точно Я не такая Я же дровая И, короче, и макароны ей дайте подайте И салатики ей приготовьте И это только время Три часа дня, если что Это еще даже не вечер Вечером еще что-нибудь есть Атас, короче Никакой экономии с этими детьми Как тут экономить? Все деньги на еду идут Ладно, не жалко Ешь, моя хорошая Вкусно тебе? Вкусно, солнышко? Да Ну еще бы Приятного аппетита Ну что, сели мы ужин Альдар, как тебе гречка с курицей? Я еще гречку не попробовала Не попробовала, да? А курочка нормально? Ну, как по мне, вкусно Посолить, да Вот я чуть-чуть не солила Боялась, что пересолю Давай я тебе сейчас сама посолю Решила замариновать бедрышки Чтобы на следующий день пожарить их Я их уже разморозила Я обычно мариную в майонезе Со специями Как правило, я беру пакет Чтобы не пачкать тарелку И в пакете удобнее реально Но это что-то не осталось Чистых пакетов Так что в тарелке Короче, берешь майонез Любые любимые специи У меня там какие-то специи есть Для мяса отдельные Я их туда Соль я не добавляю То, что майонез соленый И в специях еще в этих соль есть Размешиваем хорошенько И потом кладем туда бедра Все это хорошенечко обмазываем майонезом И под пленочку Как ее называется Полиэтиленовую И оставляем мариноваться Так, ну что, давайте итоги дня подводить На завтра у нас еще есть борщ Еще много его осталось Есть просто гречка тут Это Ильдар с молоком любит Есть гречка с курицей Еще есть макароны Завтра Алене на обед Захочет, если сделать Можно их будет просто Прям даже здесь, наверное, можно будет За это самое Залить яйцом и в микроволновку поставить И будет вкусно Печеньки все, что осталось На завтра хватит с собой взять И Алене на завтрак Это с собой я на завтра приготовила С этот, как его, макароны с яйцом А это у меня осталось от борща Капусты немножко и морковки Я посолю, добавлю майонез У меня будет на работе салат Красота Ну и там сыр Алену уже подъела за сегодня Я его завтра хочу сделать С этим, со слоеным тестом Испечь что-то типа Хочу пуре Вот, так что завтра Послезавтра у нас есть еда Еще вот я замариновала Завтра курицу пожарю Для Ильдара бедрышки Вот, Алене на салат Огурцы, помидоры остались Капуста есть Тут еще тоже овощи остались Так что живем пока что На ближайшие три дня Есть что поесть А дальше еще приготовим Так, ну что Подводим итоги первого дня Неделя один День первый Трат ноль Ни рубля из своих четырех тысяч Я пока что не зарасходовалась Живем на старых запасах Потому что их очень много Наготовила на несколько дней вперед Надеюсь хватит надолго Потому что впереди тяжелая неделя Всем желаю отличного настроения Никогда не унывайте Ни за что не сдавайтесь Всем пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok